Друзья, всем доброе утро! У нас сейчас без 28 утра, и мы отправляемся на очень красивую экскурсию по райским островам. Мы посетим сегодня остров Кантой и остров Исла-Мухерес, то есть остров женщин. Мы поедем, как всегда, маленькой группой на микроавтобусе. Сейчас без 10, 8 нас заберут здесь в отеле, и я вас с удовольствием беру в эту увлекательную поездку вместе с нами. Сейчас мы приехали в Канкун, в порт, и здесь у нас формируется наша группа. В общем, ждем еще людей. Здесь можно перекусить, такой легкий завтрак. Здесь как такой сборочный, организационный пункт. За каждым столиком разные группы сидят. Здесь и иностранцы, и мы тут русские сидим. В общем, вот здесь, посмотрите. Вот здесь все собираются. И как только сейчас сформируется группа, и мы пойдем садиться на какой-то катер вроде или на лодку, пока точно не знаю. И поплывем на первый остров, это остров Кантой. Очень красивый остров. В день на этот остров пускают только всего 200 человек. Поэтому попасть туда, в общем-то, может быть, и не так просто. Я не знаю, да? Но судя по количеству разрешенных посещений, наверное, это так. Это заповедник. Это такой необитаемый остров. Там никто не живет. Он небольшой, но очень красивый. Там мы планируем провести три часа. Я для вас буду обязательно снимать какие-то интересные моменты и виды этого острова. После острова Кантой мы поплывем на остров Исламухерис. Это остров женщин. Там тоже не менее красиво. И там тоже самое я вам сниму что-нибудь интересненькое. Ну, а пока немножко посмотрите территорию вокруг. Здесь что-то строится. Может быть, отель какой-то. В общем, не знаю. Или он уже построен. Вот там стоят микроавтобусы, на которых мы приехали. В общем, здесь такая перевалочная база для туристов. Здесь, как я уже сказала, можно выпить кофе, съесть сладкий пирог и есть вода и соки. Ну, а сейчас мы будем ожидать всех остальных и поплывем на остров. Я вас приглашаю вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 которые патрулируют берега. Дело в том, что в 250 километрах отсюда находится Куба. И много лет назад кубинцы на лодках добирались на этот остров, чтобы отсюда мигрировать в Америку. То есть был у них такой незаконный путь, что ли, как попасть в Америку можно. И поэтому остров с тех пор и охраняют морские пехотинцы. Они здесь тоже какое-то время живут, и потом их сменяют другие. Пресной воды на острове нет, и никаких млекопитающих здесь нет. Здесь можно встретить только игуаны имеются, и различные виды птиц. Птиц здесь очень много. Птицы здесь останавливаются во время миграции. Так как пресной воды нет, млекопитающие выжить в таких условиях не могут. И на этом острове еще живут биологи, которые исследуют этот остров, потому что это заповедник. И они собирают здесь дождевую воду и пользуются ей как технической водой. А для еды, для приготовления пищи, для питья, конечно, они с берега привозят хорошую чистую воду. И еще дело в том, что на этом острове всего лишь один вид пальмы растет. И так как действительно вообще негде взять пресную воду, то сюда искусственно, на этот остров, завезли кокосовые пальмы. То есть они здесь искусственно посажены с той целью, чтобы из кокоса добывать хоть какую-то жидкость. И чтобы ее можно было пить. Поэтому здесь очень много кокосовых пальм. Они здесь хорошо прижились. Но дело в том, что вместе с этими пальмами сюда на остров завезли болезни, которыми эта пальма может заболевать. Но так как это заповедник, то биологи эти пальмы обрабатывают и от вредителей, и от болезней, чтобы эти кокосовые пальмы не заразили местную растительность. То есть они в пальмах делают такие отверстия, и туда вбивают специально как бы дюбеля с каким-то раствором. И вот этот раствор обеззараживает эту пальму, борется с вредителями и с болезнями. Но все равно наблюдается усыхание листвы. То есть все равно болезнь есть. Ее нельзя полностью победить. Вот такой интересный остров. Никаких землетрясений на этом острове не бывает. Здесь все спокойно и хорошо. То, что в небе летают фрегаты. Они 70% своей жизни проводят в небе. То есть они просто летают. Они не могут с какой-то горизонтальной поверхности взлететь. Вот. Ничего, что я к вам спиной. Тропинка узкая, поэтому я вам рассказываю интересные факты, но вы меня видите со спины, простите. Значит, поэтому, чтобы фрегату взлететь, ему нужно или на высокое дерево куда-то сесть, ну или на какую-то возвышенность. Только тогда он сможет взлететь. И фрегат сам по себе... Как питается фрегат? В большинстве своем он отнимает рыбу у других птиц. Вот такой он нагленький. Ну а сейчас мы идем на противоположный берег, где нас ждет вкусный обед по местным традициям. Я вам покажу, чем нас будут кормить. Обед уже для нас готовят. Ну а пока я временно отключаюсь.